Мы начинаем с вами следующий большой раздел нашего разговора, который называется «Свидетели Игловы. Общество, сторожевую башню». Для начала давайте с вами попробуем поговорить о том, кто такие свидетели Игловы и что они собой представляют. Официальное название этой организации – «Общество, сторожевую башню», сокращенно иногда пишется ОСБ, или по-английски «The Watchtower Bible and Tract Society» – WTBTS. Эта организация возникла в Соединенных Штатах в 1881 году и была зарегистрирована как юридическое лицо 15 декабря 1884 года. На данный момент эта организация международная, она существует во многих странах мира, в том числе в России. И у нас она официально зарегистрирована как религиозная организация. Хотя совсем недавно в России прошла такая волна юридических действий против «Свидетели Игловы». И, насколько я знаю, уже был второй случай в России. Первый раз это было в Москве несколько лет назад, а сейчас, по-моему, организации «Свидетели Игловы» официально закрыли, запретили ей действовать в Ростове. Или где-то там в районе Ростова. То есть, сейчас, судя по всему, в России идет некая спланированная акция против «Свидетели Игловы», потому что одновременно в самых разных местах происходит различное общественное и государственное официальное действие против этой организации. В том числе судебные процессы, прокурорские проверки, различные пикеты. Видимо, появился некий социальный заказ на некую борьбу против «Свидетели Игловы». Осталось только подождать, посмотреть, чем все это закончится. Но пока мы с вами имеем дело с организацией, которая вполне живет и здравствует, и даже неплохо успевает расти. Давайте с вами попробуем посмотреть на то, что они собой представляют. Деятельностью всех «Свидетелей Игловы» во всем мире руководит так называемый управленческий центр, который находится в городе Нью-Йорк, в одном из районов этого города, который называется Бруклин. Там «Свидетелям Игловы» принадлежат несколько зданий. Это бывшие жилые здания, производственные здания, бывшие гостиницы, которые они полностью переоборудовали под свои нужды. Там есть жилые корпуса для их сотрудников, там есть огромная типография, огромные склады для готовой литературы и различные прочие офисные помещения. Помимо этого, у сторожевой башни есть еще целая ферма, на которой тоже находится типография, где печатаются журналы «Пробудитесь», печатаются некоторые другие издания общества, где тоже происходит определенная работа, помимо того, что эта ферма производит продукты, необходимые для снабжения американских управленческих центров и тех помещений, где «Свидетелей Игловы» живут постоянно. То есть, они себя своим продуктами обеспечивают. Высшим органом управления всей организацией является так называемый руководящий совет, или, как переводили раньше в старых изданиях, руководящая корпорация, которая является как раз главным источником авторитета во всех вопросах жизни, деятельности и учения. Во главе руководящего совета стоит выборный председатель. Выборный председатель. Они пишут по этому поводу следующее. Как и в первом веке, сегодня в качестве руководящего совета или представителей верного и благоразумного раба, мы немножко позже поговорим о том, что это такое, служит небольшая группа подходящих для этой роли помазанных старейшин. Мы еще тоже поговорим, что такое помазанные старейшины. Через руководящий совет наш вождь Иисус назначает старейшинами в местных собраниях зрелых братьев, независимо от того, помазаны они или нет. Ответственные братья получают указания от руководящего совета и с готовностью пасут стадо или собрание. Таким образом, сегодня Христос с нами и активно руководит собрание. Каким образом Христос сегодня с нами? Он сообщает свою волю руководящему совету. Руководящий совет сообщает ее вот этим зрелым братьям, которые руководят собрание по всему миру. И таким образом вся организация через руководящий совет получает откровение воли от Бога. Вот это вот, видимо, земная организация, с помощью которой Бог сегодня сообщает свою волю людям, живущим на земле. В 2000 году в управлении обществом Сторожевой башни произошла очень серьезная перемена. До 2000 года руководящий совет, по сути дела, был советом директоров всей организации. Он занимался и мирскими, и духовными вопросами. Юридическими, экономическими и всеми остальными. Однако, начиная с 2000 года, Света и Легова передали всю полноту светской власти, или как бы все вот эти заботы о мирских делах церкви, нескольким корпорациям юридическим, которые существуют в Англии и Америке. И теперь директора этих корпораций официально занимаются всеми юридическими, экономическими и прочими вопросами. Руководящий совет формально теперь руководством организации не является. Он находится как бы в стороне, но на самом деле именно руководящий совет является главным духовным центром. И никакие решения не принимаются в этих корпорациях без указания от руководящего совета. То есть теперь как бы настоящее руководство ушло в тень, а внешнее руководство, которое официально представлено из регистрированного правительства, оно существует в виде вот этих четырех, или там, скольки там, организаций, которые всем этим командуют. Значит, официальное объяснение того, почему это было сделано, звучало так, что руководящий совет должен заниматься только духовными нуждами, не нужно обременять его какими-то вот мирскими проблемами. Те люди, которые изучают очень долго историю и деятельность общества Живой Башни, они подозревают, что на самом деле причина была более прозаическая. Дело в том, что как раз в 2000-х годах против общества поднялась такая волна юридических преследований, и для того, чтобы вывести из-под удара главное руководство, его просто перевели в такой вот теневой режим управления. Ну, как бы то ни было, сейчас организация существует немножко не в том виде, в котором она была еще 9 или 10 лет назад. Помимо прочих перемен произошла еще одна очень любопытная перемена. Дело в том, что начиная с 2000-го года у общества Стражевой Башни нет одного пожизненного президента. Значит, до 2000-го года, начиная с самого основания общества Стражевой Башни, всегда был один президент, который занимал этот пост пожизненно. И мы все хорошо знаем имена этих людей. Чарльз Тейз Рассел, Джозеф Франклин Раттерфорд, Натан Хомер Нор, Фредерик Франц, Мильтон Хеншель. И вот при жизни Мильтона Хеншеля, пятого президента, он еще не скончался, он был еще вполне жив, произошла вот эта перемена. Вместо одного пожизненного президента появился выборный председатель, руководящего советок. В результате получилась интересная вещь. Если до 2000-го года мы знали, кто стоит лично за всеми решениями общества, и мы могли сказать о том, что вот этот человек является ответственным за все проблемы, которые в обществе есть, то теперь мы даже не знаем, собственно говоря, кто же там является главным начальником, потому что имена вот этих новых представителей, они не публикуются, не издаются. И хотя мы знаем, кто был назначен официальным президентом общества, то есть руководителем одной из корпораций, его звали Дон Адамс, тем не менее он подчинен вот этому руководящему совету, который на самом деле является тем самым настоящим правительством, настоящим управлением организации. Давайте мы немножко посмотрим на термины и понятия, которые свидетели Игова используют, когда ежегодно публикуют свои статистические отчеты. Каждый год свидетели Игова в своих журналах, журнале «Сторожевая башня» публикуют отчет о своей деятельности за истекший период, за истекший год. Потом все эти данные дублируются в таких отдельно выпускаемых книжечках, которые называются «Ежегодник свидетели Игова за такой-то год». В 98-м вышел с 97-й, в 2009-м вышел за 2008-й, в следующем году выйдет за вот этот текущий год. Почему я хочу остановиться на этих терминах и понятиях? Потому что, когда вы читаете отчет «Сторожевой башни», вы можете понять очень многое о том, что происходит внутри этой организации. Ну и заодно, когда мы с вами будем разбирать эти термины и понятия, вы получите представление о том, как эта организация выглядит изнутри. Вот давайте посмотрим на некоторые основные термины, которые в этих таблицах присутствуют. Значит, первый термин, о котором мы поговорим, называется «возвещатели». Возвещатели. Кто такие возвещатели? Возвещатель — это не очень хороший термин, эквивалент нашему слову «проповедник». Это человек, который возвещает учение «Сторожевой башни» другим людям. Возвещателем называется любой человек, который ходит по домам, проповедуя учение «Сторожевой башни», и потом сдает отчет о том, как он провел свое время. То есть есть такой стандартный бланк, который святитель Иегова заполняет после хождения по домам. Возвещатели бывают двух типов. Бывают возвещатели крещеные и возвещатели некрещенные. Чем отличаются одни от других? Некрещенный возвещатель — это человек, который ходит по домам по собственной воле. Это человек, который показал себя достойным того, чтобы участвовать в проповеди учения святели Иеговы, но который еще недостаточно опытен, чтобы делать это самостоятельно. И поэтому он обычно ходит с кем-то из более опытных братьев. И на самом деле все это пока для него сугубо доброволен. Это, конечно, его плюс, бонус, но пока это все доброволен. Крещение для святителя Иегова не имеет никакого отношения к спасению. Крещение — это момент, когда человек добровольно посвящает себя выполнению воли организации, в том числе проповеди по домам. И поэтому, начиная с момента крещения, святели Иеговы берет на себя обязанность ходить и проповедовать по домам. У него уже есть обязанность это делать. Он делает это недобровольно. Как правило, для рядовых святелей Иеговы какая-то точная квота, сколько человек должен ходить по домам, не устанавливается. Однако организация сторожевой башни постоянно напоминает людям о том, что они могут делать несколько больше, чем делают сейчас. Постоянно в их статьях появляются вопросы. Ты считаешь, что делаешь достаточно? Подумай, не можешь ли ты делать немножко больше. Каким образом это проявляется? Допустим, вы больны, просто заболели. У вас грипп, у вас высокая температура. Это не является оправданием того, чтобы не ходить по домам. У вас есть телефон. Вы набираете первый попавшийся номер, и по телефону человеку рассказываете об учении сторожевой башни. Если у вас нет телефона, у вас есть ручка и бумага. Вы берете и начинаете писать письма своим родственникам и знакомым. Если только вы не при смерти лежите, если только вы способны что-то делать, у вас есть возможность, и вы, соответственно, должны эту возможность использовать. У святелей Иеговы возникает периодически чувство вины за то, что вместо того, чтобы проповедовать по домам, они с семьей куда-нибудь за город выехали, или провели какое-то время там вообще ни в чем-то еще, потому что на самом деле время же коротко. Иегова скоро уничтожит весь этот мир, и они должны как можно больше бонусов себе заработать, чтобы не погибнуть вместе с этим миром. Из-за одной людей как можно больше спасти, которым проповедуют. Не будем считать, что они настолько все эгоистичны. На самом деле многие заботятся о тех, кому они проповедуют. И, соответственно, человек, он независимо от личных обстоятельств проповедует, иногда принося в жертву свое удобство, свои какие-то человеческие интересы тому, чтобы проповедовать. Они детей с собой водят на проповедь. Иногда они предлагают детям начать разговор. Допустим, вы сидите в метро, к вам подходит девочка и говорит, что дядя или тетя, знаешь, как зовут Бога, какое имя Бога. Ну, конечно, с ребенком заговорить. Ребенок говорит, мама, объясни, этому дяде подробно. Дядя не понимает. Естественно, мама подключается, начинает все объяснять. Такие вещи происходят действительно. С работы иногда бывают такие нюансы, когда человек, оставляя нормальную, хорошую работу, устраивается работать дворником или уборщиком, для того, чтобы больше времени посвятить проповеди учения «Сторожевой башни». Получается, что в результате каждый святитель и его окрещенный является добровольным проповедником или миссионером. И в результате получается, что все шесть с лишним миллионов возвещателей, которые есть в святеле Иегово, а сейчас, наверное, цифры уже существенно больше, порядка семи миллионов человек, вот эти вот семь миллионов человек являются корпусом добровольных проповедников, которые постоянно изо дня в день тратят несколько часов на то, чтобы ходить и проповедовать по домам, на то, чтобы разносить людям литературу «Сторожевой башни». Одни это делают добровольно, но большая часть это делают, потому что они взяли на себя такое обязательство. Опять же, имейте в виду, что у «Сторожевой башни» нет списков членов, у них нет поименного реестра. Единственная статистика, которая у них есть, это количество отчетов, которые они получают от людей, то есть активных завещателей, которые сдают бумажки о том, что они ходили по домам. И у святеля Иегова есть некоторое, не очень большое число неактивных людей, которые ходят в собрания, которые там сидят, слушают все остальное, но не участвуют в деле проповеди. Их немного, но они есть. То есть, на самом деле, святеля Иегова в действительности чуть-чуть больше, наверное, чем вот та цифра, которую мы с вами можем увидеть в отчетах. Еще одна цифра, которую они публикуют в своих отчетах, называется прирост возвещателей. Значит, каждый год они берут среднее число возвещателей за истекший год и среднее число возвещателей за предыдущий год, вычитают одну цифру из другой и высчитывают, сколько у них возвещателей добавилось. Значит, до сих пор, за прошедшие годы, не было ни одного раза, чтобы цифра была равна нулю или меньше нуля. Каждый год все эти Иеговы прирастают. Они постепенно двигаются вверх. Прирост может быть не настолько велик, как они бы хотели, но достаточно велик, чтобы нам с вами считать это серьезной проблемой. Этот прирост держится на уровне 2-3% уже достаточно большое количество лет. 2-3% от 7 миллионов. Можете ради интереса посчитать, сколько это получается. Причем получается интересная вещь. Ведь, когда мы говорим о приросте возвещателей, мы имеем в виду только арифметическую разницу. А ведь кто-то, свидетель Иеговы, умер, кого-то выгнали из организации, кто-то перестал сдавать отчеты по каким-то причинам. То есть, на самом деле, в организацию приходит гораздо больше людей, чем отражает цифра прироста возвещателей. То есть, свидетель Иеговы умудряются покрывать убыль естественную и еще к этому добавляет сверх того 2-3% человек каждый год. Такая вот статистика получается. Еще один термин, еще одно понятие называется пионеры. Пионеры. К людям с красным галстуком это никакого отношения не имеет. Значит, пионер это человек, который взял на себя добровольно, строго добровольно, и еще не все смогут это сделать, потому что нужно заслужить такую честь, взял на себя обязательство проповедовать определенное число часов в месяц. То есть, вы говорите о том, что я хочу на протяжении следующей своей жизни посвящать проповеди учения Стражевой башни столько-то часов в месяц. В зависимости от взятых на себя обязательств, пионеры делятся на три типа. Пионеры бывают подсобные, они обещают в месяц проводить 50 часов в проповеди учения. Пионеры общие, которые обещают проводить в проповеди 70 часов в месяц. И пионеры специальные, которые обещают проводить в проповеди 130 часов в месяц. Но специальные пионеры это обычно люди, которые работают с отрывом от производства, то есть, они уезжают в какие-то территории, где пока еще обычные свои телеговы не очень распространены. То есть, такие миссионеры как бы приходские. Что такое 50 часов в месяц? 50 часов в месяц это значит, что человек должен трудиться час с копейками, ну скажем полтора часа, фактически каждый день, даже побольше получается. Эти полтора часа это время, которое человек проводит только в проповеди. В этом времени не учитываются время поездки на автобусе, время перехода из подъезда в подъезд, время перекуса, если вы остановились в какой-нибудь булочной. Это только время общения с людьми. Допустим, если вы назначены проповедовать в каком-нибудь, я не знаю, поселке под Курском, где-нибудь в Курчатане, вот то время, которое вы тратите на поездку в город, у вас не засчитывается. И время, которое вы тратите на поездку обратно, тоже не засчитывается. И время, которое вы тратите, чтобы дойти от вокзала до дома, тоже не засчитывается. То есть, те полтора или два часа, которые вы проводите, это то время, которое вы только ходите по домам. Причем каждый день вы что-то есть не будете, у вас есть несколько дней, которые вы посвятите этому занятию. Поэтому на самом деле вы тратите гораздо больше времени каждый день, когда там появляетесь. А вдобавок вам нужно кормить семью, вам нужно зарабатывать деньги, вам нужно читать журналы «Сторожевую башню», вам нужно еще какие-то вещи делать. И получается, что у человека на самом деле это достаточно серьезные затраты времени, достаточно большие личные жертвы, на которые он идет. В списке вот этой статистики присутствует показатель, который называется крещение. Ну как я уже сказал, крещение у святеля Иегова это всегда не имеет никакого отношения к спасению, это всегда обещание выполнять те поручения, ту волю, которую Бог диктует через организацию. Для того, чтобы быть допущенным к крещению, человек должен ответить на более чем 100 вопросов по библейским учениям. То есть это человек уже грамотный, уже знающий, уже обученный и после того, как он крещен, уже способен выполнять свои функции вполне достойным образом. Иногда человек несколько лет ходит в организацию святеля Иегова, прежде чем ему позволят креститься, прежде чем он окажется достойным этого факта. В одном фильме, который существует на русском языке, фильм «Святеля Иегова», там есть такая фраза, что «Святеля Иегова крестят свое имя отца, сына и Вадима и духом организации». На самом деле, насколько я знаю, формула звучит немножко иначе, так сказать, по сути, однако бывшие святели Иегова говорят, что по сути, по факту получается, что так оно и есть. То есть сама идея крещения как раз то, что человек посвящает себя организации, посвящает себя Духу Святому, который действует через организацию прежде всего и выше всего. Воля организации для него равна воле Божией. На случай, если вам интересно, они крестятся полным погружением, крестятся обычно на больших конгрессах, которые проводятся у них несколько раз в год. И обычно можно увидеть, стоит у них такой здоровенный баптистерий посреди стадиона или посреди там зала, который они снимают. Там стоит такая очередь людей, туда спускает служитель, который, значит, людей опускает, погружает под воду. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что крещение погружением – это не единственный признак истинного крещения. Потому что была какая-то книжка в свое время, которая меня изрядно повеселила. Один товарищ пришел к мормонам и спросил, как вы крестите, крестим погружением. Ну, замечательно, молодцы, все хорошо. То есть, на самом деле, конечно, проблемы гораздо больше, чем форма погружения, форма крещения. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вечеря. Вечеря. У свидетелей Гоу вообще нет праздников. Они не празднуют дни рождения, Новый год, Рождество, Пасху, 1 мая, 8 марта. Все праздники, которые есть у нас, они считают либо языческими, либо человеческими. Которые не имеют никакого отношения к Библии. Соответственно, у них есть только один день, который с определенной натяжкой можно назвать праздником. Совершается он раз в год весной, в годовщину Пасхи, как они ее высчитывают, как они ее определяют. Называется это Вечеря воспоминания смерти Христа. Вечеря воспоминания смерти Христа. Название, кстати, очень говорящее. Заметьте, не Вечеря воспоминания, а Воскресения Христа. Для христиан Пасха это праздник Воскресения. Для свидетелей Иеговы это Вечеря воспоминания смерти Христа. И мы еще будем с вами говорить, почему это так. Потому что у свидетелей Иеговы, по сути, нет Воскресения. Несмотря на то, что они это слово используют. Но вот так или иначе, в это время они празднуют, вспоминают смерть Христа. Что происходит во время этой вечери? Значит, на один вечер снимаются большие залы. В городах, в районных центрах, в областных центрах. Куда собираются все окрестные свидетели Иеговы. То есть, там наполняется большой зал. И они туда приглашают всех своих друзей, знакомых. Тех, с которыми они уже начали изучение своей литературы. Тех, кого они встретили на улице. Тех, кому они только пришли домой. То есть, всех, 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 кого только смогут. И поэтому число тех людей, которые пришли на эту вечерю, это количество людей, которые, грубо говоря, охвачены работой свидетелей Иеговы. Так вот, если мы посчитаем в среднем, то получается, что каждый действующий свидетель Иеговы на эту вечерю приводит с собой еще двоих человек. То есть, допустим, в 2003 году у нас количество возвещателей составляло 6 с небольшим миллионов человек, а на вечере пришло 16 миллионов. То есть, каждый свидетель Иеговы взял с собой двоих и еще с каким-то довеском человека. Вот это вот уровень влияния, который у свидетелей Иеговы постоянно, ежегодно присутствует. Еще один показатель называется «Участники вечера». Если вы когда-нибудь побываете на этой вечере или увидите ее видеозапись, увидите, что во многих залах хлеб и вино передаются по едам, и никто не ест и не пьет. То есть, просто передается чаша, передается поднос с хлебом, и никто не принимает. Почему? Потому что свидетели Иеговы уверят, что принимать или есть хлеб, или пить вино могут только члены очень небольшого круга помазанных свидетелей Иеговы, которые были окончательно избраны к 1935 году. То есть, сегодня на их на земле таких людей осталось около 8 тысяч человек. И только эти люди, которые являются духовными братьями Христа и царством священством, мы еще будем об этом говорить, только они имеют право участвовать в самой церемонии, как люди, которые едят хлеб и пьют вино. И, соответственно, во многих приходах, поскольку их очень много, таких вот людей-помазанников нет, и поэтому хлеб и вино просто передаются передам, никто их не принимает. Предупреждаю ваш вопрос, сразу скажу, если вы, оказавшись там, вдруг рискнете из-за каких-то там соображений отхлебнуть вина или съесть хлеб, никто на вас за это там в особой обиде не будет, никто вас там не побьет, не выгонит, не будет на вас орать. Вот они вполне адекватно понимают, что иногда люди по ошибке принимают хлеб и вино, они считают, что грехом будет, если вы понимаете, что вы не должны, участвуете в вечере таким вот образом. То есть, если вы понимаете, что вы не в числе помазанников, а все равно это делаете, то у вас есть некая проблема. Изучение. Значит, свидетели и головы постоянно публикуют число часов, которые они провели в так называемых изучениях с людьми. Значит, очень интересно, что на самом деле это не изучение Библии. Они называются часто просто изучение, потому что в значительной степени это сводится к изучению отдельных, вырванных из контекста фрагментов Писания, а в основном, по большому счету, это изучение литературы Сторожевой башни. Такие вот изучения, которые свидетели и головы проводят с желающими. Надо иметь в виду, что именно изучение является конечной целью свидетелей и головы. Они приходят к вам домой не для того, чтобы вам что-то сказать и уйти навсегда. Они хотят вернуться к вам еще раз и начать вот такое вот изучение, в процессе которого они могут вам сообщить какие-то истины, в которые они верят. И по окончании какого-то прошествия, по прошествии какого-то времени сказать, не хотели бы вы пойти с нами на собрание, не хотели бы вы что-то там попробовать сделать, пойти со мной на пробу, что-то еще. То есть, именно так свидетели иеговы развиваются и продвигают свое учение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА